всем привет сегодня у нас будет обзор супер пластика прислали вот такую посылочку на обзор и сегодня будем ее тестить смотреть что это такое и что из него можно делать для удобства работы прислали вот такой силиконовый коврик и коврик это для пиццы но если что можно будет за 1 пиццу сделать также в комплекте была такая термо чашка чтобы разогревать пластик горячей воде собственно сам пластик он из в гранулах вот такие вот гранулы цепучие и также множество разных красителей разного цвета есть светящие все такие темноте не светятся ну и разного цветов еще красители вот такой получился набор так что такое термопластик такой пластик который при нагреве становится мягким и можно лепить как пластилином при остывании он опять становится прочным и твердым согласно инструкции нужно насыпать гранулы полиморфоса в горячую воду больше 60 градусов придать нужную форму и остудить что давайте пробовать насыпаем гранулы в чашку сколько вам нужно и заливая все кипяточком при нагревании гранул становится прозрачными это признак того что пластик становится мягким и практически готов к работе моментально все он стал прозрачным и теперь из него можно лепить что угодно я сразу добавлю красители возьму красного буквально пару гранул она уже улетела да бог с ним пусть лежат 2 там сливаю воду теперь весь пластик который стал мягким просто перемешиваю буквально две гранулы он становится очень очень насыщенным цвет такой того чтобы сделать какую-нибудь деталь нужно разогреть пластик и собственно просто к пластилином лепим все что нам нужно возьму болтик очень удобная штука если нужно сделать какую-то резьбу вы просто болтик облепливаете резьба уже получается готовая передаете форму и в принципе все нужно ждать когда остынет когда пластик остывает он становится немного таким мутным признак что он твердеет такой появляется матовая поверхность он перестает быть прозрачным плюс в том что еще можно его поднагреть если что-то не получилось обычным феном и строительным главное сильно не перегревать и придать опять нужную форму и опять остудить соответственно такие изделия нельзя использовать там где высокая температура то есть комнатная температура либо ниже это без проблем сейчас застынет проверим прочность резьбы какая вообще получилось единственный минус что мне не нравится когда вот просто так лепишь получается такой были как сказать колхозное что ли то есть видно все тут лепнину что придать форму нужно либо запрессовывать какую-то форму готовую его потом это все обрабатывать благо обрабатывается очень хорошо точится пилиться очень много делать из нее подделок детям будет интересно поиграться можно сделать поделку который потом как пластилин и деформируется сделали поставили и она стоит вот мы деталька остыла получилось такое крепление с одной стороны резьба попробую порезать режется достаточно неплохо можно подрезать где-то подточить подпилить резьба получилось очень тугой то есть пластик того чуть-чуть садится что наверное даже в плюс он обжимает деталь какую-то никаких лифтов нету все до конца наверно руками уже не закручу давайте попробуем на прочность не знаю выдернуть этот болт отсюда порвать этот пластик вот такая у меня получилась конструкция весы до 40 килограмм болт просто вкрученный начинаем тянуть 26 2830 не могу просто так я видел 45 45 порвалась такая проволока то есть а пластик как был целый так и есть с вопросов по прочности вообще никаких не возникает достаточно прочная штука также интересует меня вопрос создания форм из этого полиморфуса супер пластика я сделал такую штуку сейчас попробуем сделать гайку то есть использовать полиморфус в качестве формы для полиморфуса опять-таки и также попробую сейчас из полиморфа сделать формы залить него эпоксидку как она потом будет отсоединяться от него нужно посмотреть итак у меня гайка внутри сейчас немножко подрежу сверху тут можно было вытащить режется он достаточно неплохо возможно гайка у нас и застрянет пробую применить физическую силу потихонечку вышла и попробую сейчас туда запрессовать полиморфус тот же другого цвета посмотрим что получится сможет ли он вытащиться после этого либо прилипнет так беру горячий полиморфус и туда его заталкиваю скорее всего ничего не получится подрезал лишнее теперь можно попробовать вытащить ну что можно сказать то есть полиморфус можно использовать как форму для полиморфуса у меня конечно не очень удачная форма получилось так как очень маленькое отверстие пока наталкивал уже успел твердеть если форма какая-то будет открытая то в принципе должно получиться вот такая какая-то гайка у меня даже получилось то есть горячий полиморфус холодному не прилипает и можно использовать ее как форму запрессовывать туда горячий пластик и получать какие-то изделия ну что осталось испытать это все дело с эпоксидкой и так я возьму такую гильзу чтобы сделать в ней форму вот такой шестигранник разогрел немного синего пластика добавил синий колер все это вставляю внутрь пока он мягкий просто шестигранник топлива там все получилось вот такая конструкция осталось все это вытащить гильзы выходит легко вот там где форма на прям поверхность отличная то есть когда вы руками лепите получается равно криво если делать форму какую-то эту прям очень гладкая ровная поверхность осталось вытащить шестигранник также из такой монетки сделал форму 5 рублей тоже залью посмотрю как получится все осталось разводить и заливать так 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 Эпоксидка подстыла и в результате я не смог вытащить заготовку из формы. Эпоксидка очень прочно прилипла к этому пластику и достать ее было нереально. Пытался нагреть и отделить, но все равно хорошо степились они. Использовать этот пластик как форму для эпоксидной смолы не получится. Отрицательный результат тоже результат. Как-то так. Подводя итоги хочу сказать, что пластик мне очень понравился. Достаточно функциональная такая штука. Нагрели, сделали что хотите и остудили. Очень думаю пригодится он в мастерской и будет использован еще не раз. Ссылочку на него вы можете найти под видео на сайте, где можно его приобрести. Если вам понравилось видео обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться. На этом у меня все. С вами был Сергей. Пока!